Друзья, сегодня мы совершим здесь, в Дубаях, небольшую интересную прогулку. Прогулку по историческому кварталу Аль-Фахиди. Познакомимся с историей, культурой и архитектурными традициями Дубая. И чтобы познакомиться с историей этого места, достаточно просто прогуляться по этому кварталу, раскинувшимся здесь вдоль интересного исторического залива. В этой части города превосходно сохранились различные архитектурные образцы, характерные для города Дубая середины 19-го столетия. Поэтому приглашаю вас на прогулку. Давайте проследуем вместе с нами. Сегодня мы в восстановленном старом городе Эмирата Дубая, имя ему Аль-Фахиди. Находится это место в Объединенных Арабских Эмиратах. В каждом современном городе, среди небоскребов и шумных улиц, спрятана историческая часть, рассказывающая о жизни людей в прошлом. Такие места позволяют нам гулять по древним кварталам и одновременно узнавать историю города, знакомиться с культурным наследием. Подобных исторических мест в Дубае несколько, и все они имеют равную ценность. Исторический район Аль-Фахиди знакомит путешественников с традиционным укладом жизни, который преобладал в Дубае с середины 19-го века до середины 70-х годов прошлого столетия. Кроме архитектурных построек, интересны макеты торговых лодок и лодки ловцов жемчуга, популярной профессии в Арабских Эмиратах. Район расположен вдоль залива Дубай-Крик, разделяющий историческую часть города на две части. Это такой интересный морской рукав, который обладает естественным происхождением и протяженностью вдоль Персидского залива на 14 километров вовнутрь Дубая. По длинной береговой линии приятно здесь, конечно же, прогуляться в любое время суток. Огромный плюс Аль-Фахиди – это почти полное отсутствие туристов, ну или их минимальное количество. Осматриваясь в музее под открытым небом, мы мысленно рисовали картины из прошлого, представляли традиционную жизнь в Дубае до того, как здесь начали добывать нефть. Это настоящий город в городе со своими улицами, жилыми домами, бытовыми строениями, утварью. Особенно впечатляют детали, например, деревянные двери. Только посмотрите, какая необыкновенная резьба и фактура здесь. Архитектура характерна для Дубая того времени. Многие постройки сделаны из камня, гипса, тростника, пальмовых веток и редких пород деревьев, таких как тиг, сандал. Дизайн здания отражает богатство ценностей и неповторимой культурой арабского народа. Трудно поверить, но современный и футуристический Дубай всего лишь в 1883 году имел население около 1000 человек. Сейчас же жителей в Эмирате свыше трех миллионов. В старом городе мне удалось почувствовать терпкий аромат истории и культуры Эмиратов. Все эти узкие улочки, по которым шагали торговцы. Семьи, живущие в красивых домах с деревянными ставнями, все выполнено очень аккуратно и органично вписывается в современный облик. В квартале в основном собраны музеи, выставки и галереи, которые знакомят туристов с культурой, традициями и бытом страны. Зайдя в кофейню, окажетесь в музее арабских кинжалов, а из старого внутреннего двурика попадете в музей монет или почтовых марок. Кофе в арабских странах любят не меньше, чем чай. Пример тому прекрасная традиционная кофейня в этом районе. За чашечкой крепкого кофе можно познакомиться с выставкой кинжалов и старинных арабских чайничков. Очень интересная задумка, кофейня и выставочный зал в одном. Вроде бы и новодел, но как все интересно продумано. Поскольку это исторический район, но которого еще буквально несколько лет назад не было, все рассчитано на туристов. Удивительно, но торговцы здесь не бросаются на прохожих, как на типичном восточном базаре. Из настоящих построек того времени сохранился разве что кусочек крепостной стены, до которой мы еще дойдем. Много сувенирных магазинчиков, лавок специй и традиционных духов. Мне нравится такая аутенчичная атмосфера старого города. Спокойная и уютная атмосфера тенистого дворика и пения птиц в окружении исторического района наведут на спокойные мысли и действия. Да и вообще здесь много уютных мест, где можно отлично отдохнуть. В районе примечательны дома с внутренним двориком и выходом на крышу. Некоторые сохранились до наших дней, а некоторые обустроили под кафе. КОНЕЦ Тем более это место интересно тем, что здесь большие узкие потаенные улочки, по которым почти не гуляют туристы. Бастаки или Аль-Фахиди является восстановленным старейшим историческим районом города с большим количеством узких улочек и несколькими десятками старых домов, возведенных в 19 веке иранскими торговцами. Именно они считаются визитной карточкой этого места. Район расположился между набережной Дубайской бухты, улицей Мусала и музеем форта Аль-Фахиди. Место признано древним культурным и историческим центром Дубая. Колоритный район Дубая получил свое именование от названия родных мест иранских эмигрантов, в свое время он чудом уцелел во время застройки города. В домах Бастаки можно встретить огромное количество различных лавок, картинных галерей, музеев и ресторанов, за частью древних стен располагается удобное современное жилье. Здесь же находятся традиционные ветряные башни, ставящиеся над домом и ловящий ветер, а затем направляющие его вниз, в комнаты. Приезжие ценят место за старинную архитектуру зданий, украшенных деревом и гипсом и возведенных в традиционном арабском стиле. А прогулка по шумным дворам и лабиринту извилистых аллей запомнится туристам надолго. Изюминкой старинного квартала является яркий контраст между духом прошлого и современностью. Сразу за древними домами и узкими улочками можно увидеть супер-современные небоскребы города, возвышающиеся на заднем плане. Сейчас Бастаки является наиболее посещаемым туристическим маршрутом. Несмотря на высокие цены на землю, здесь регулярно открываются новые рестораны, отели, музеи и магазины. Особенно прекрасно место в вечернее время. В темноте все постройки эффектно подсвечивают. Территория района часто становится местом проведения разнообразных фестивалей и праздников под открытым небом. Давайте поговорим про историю этого района. Большинство зданий, возвышающихся в районе, были возведены еще в 19 веке, а история Бастаки берет начало с заселения улиц торговцами и ловцами жемчуга из Персии, которые стали строить здесь для своих семей, не отличающиеся роскошью, но крепкие дома. В качестве основных материалов, выбранных для строительства, были использованы глина, известь, пальмовые ветви и ракушечник, добытые неподалеку. Из-за имеющихся погодных условий пришлось продумать и устройство вентиляции, по этой причине район пополнился первыми ветренными башнями для охлаждения домов. Своим названием район обязан иранскому городу Бастак. В свои лучшие годы район мог похвастаться более чем шестью десятью большими жилищами, в которых проживали зажиточные семьи. Но с приходом нефтяного бума в середине 20 века, основная часть семей переехала в новые дома в более комфортабельных районах, а их место заняли бедные мигранты. Что в результате привело к упадку этой части Дубая. Вечером, когда здесь включается подсветка. В 1980-е годы отмечаются в качестве поворотных для района. Тогда Бастакия могла быть полностью уничтожена по желанию властей, а на месте снесенных домов должны были вырасти бизнес-центр и современный жилой квартал. Но в защиту исторических построек выступили обычные горожане, также против сноса были местные архитекторы, но конечной точкой в споре стало вмешательство британского принца Чарльза, прибывшего в город по просьбе архитектора Райни Роутера. Именно благодаря ему правительство Дубая отказалось от сноса архитектурных памятников. Уже в 1990-е годы квартал был выкуплен у местных жителей и отреставрирован. Обновление района привело к появлению ресторанов, кофеин, отелей и прочих общественных учреждений. Архитектура района удивляет. Основная часть построек района возведена в традиционном арабском стиле. Типичное строение имеет форму четырехугольника и может похвастаться наличием внутреннего дворика посередине. Комнаты внутри дома сообщены друг с другом по кругу, это позволяет хорошо циркулировать воздуху, что является важным моментом для жаркой страны. Жилища бедняков назывались Бористис и для их постройки использовались пальмы. Один из символов Арабских Эмиратов, крайне распространенный здесь, элегантные ветровые башни Баржелл, они находятся почти в каждом доме. Чем больше таких башен имело жилища, тем более зажиточной считалась семья, проживавшая в нем. Они позволяли кондиционировать воздух в домах в теплое время года задолго до создания кондиционеров, также в них имелась пара перекрещенных перегородок, ловящих любой порыв ветра и посылающих его по шахте вниз, где он охлаждался и наполнял комнату приятным холодком. Башни снабжены торчащими деревянными балками, на них раньше развешивали мокрые ткани для еще большего освежения воздуха. Большая часть комнат в домах Бастакии выходит во двор, то же самое касается и окон. Это сделано для свободного перемещения женщин в незакутанном виде, таким образом снаружи их никто увидеть не сможет. Лишь комнаты для гостей на нижних этажах имеют окна, выходящие на улицу, их всегда держат открытыми, это является частью арабского гостеприимства. Достопримечательности Бастаки и на удивление немалочисленны. Здесь есть на что посмотреть. Что такое? Чего у неё ничего? У неё проблема на ноге, коростка какая-то. Так, мамка уронила. Нет, не дам. Моё. Моё. Мать, ну чё такое? Я ж тоже хотел бы поесть, а то меня блоги покусывают. Че ешь какую-то солому? А, дай. Боже мой. И будьте готовы, что они пройдут большой путь до вас через страны и насобирают разные штампы. Открытки с пожеланиями. Участие простое, в описании к видео находится ссылка, перейдя по которой вы попадаете на форму, которую требуется заполнить и оплатить разовый сбор. В форме заполняете почтовый адрес получателя открытки и оставляете пожелания. Открытки можно слать друзьям, родственникам, знакомым, самому себе. Далее вы производите платеж и ожидаете у себя в почтовом ящике, либо в отделении почты, приятный бонус, с прекрасными пожеланиями, через несколько недель. Поддержи канал сейчас, внеси небольшую лепту и порадуй себя. А мы продолжаем. Наиболее притягательными в районе Бастакии являются дома, каждый из которых имеет свой внутренний дворик для отдыха всей семьи. Для охраны тайной личной и семейной жизни окна закрывают ставнями из дерева с прорезями. Они пропускают в комнаты дома свет и одновременно с этим не позволяют чужим заглянуть внутрь. Между домами расположены узкие улочки, передвигаться по которым получится исключительно пешком. Сотни лет назад по этим улицам шли торговцы с товарами на арбах. На крыше большинства домов можно подняться для того, чтобы полюбоваться местностью. Жители района отличаются гостеприимством и вполне разрешат сделать это. Бастакия известна не только своими старинными жилыми домами, здесь есть множество общественных и развлекательных заведений. Место является красивой и спокойной противоположностью часто суматошной и переливающейся всеми красками гостиничной улицы Джумейры. В качестве основной достопримечательности старого района выступает форт Аль-Фахиди, отстроенный в XVIII веке. В те времена он был резиденцией для местного шейха и центром всей страны, служившим для приема военных, экономических и прочих государственных решений. На данный момент в его стенах работает Национальный музей Дубая, в котором туристы могут ознакомиться со старинными экспонатами, рассказывающими о появлении и развитии Дубая. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а тем временем мы вышли к старой стене этого города. Это стена Старого Дубая. Городские стены являются одной из выдающихся архитектурных особенностей городского контекста старых городов. Эти стены окружали города, чтобы защитить их от внешних нападений. На протяжении всей истории существовало множество примеров стен, которые играли важную роль в защите городов, таких как стены Каира, Дамаска и Багдада. Прошлым в Дубае было две такие стены, которые определяли городские очертания. Самая старая из них была построена в Бурд Дубая примерно в 18 веке нашей эры. Стена окружала старый город, который включал в себя и форт Аль-Фахиди, о котором я уже успел чуть-чуть рассказать. Именно к этому бывшему форту, он же по совместительству музей, мы и идем сейчас. Данная стена окружала жилые дома, захватывала большую мечеть. Вторая стена Дубая была построена в Дейре, сидя в 50-х годах 19 века, стена Бурд Дубай, у которой мы стоим, была построена с использованием коралловых камней и гипса. Она была толщиной 50 сантиметров, длиной около 600 метров и высотой 2,5 метра. В начале 20 века стена была снесена, чтобы приспособить окружение к расширению города. Единственным сохранившимся свидетельством существования этой стены является часть фундамента, в котором она была заложена. Он был исследован и отреставрирован в 2001 году вместе с этими историческими зданиями. Тем, кто предпочитает тематические экспозиции, стоит заглянуть в музей истории монет, находящийся здесь же или в музее кофе. Особой популярностью пользуется культурный центр шейха Мухаммеда, знакомящий с исламом и его традициями представителей прочих религий, а также устраивающий завтраки и обеды в арабском стиле. На другом конце района можно полюбоваться остатками крепостной стены. Ценителям искусства придутся по вкусу художественные галереи района, особо выделяются среди них первая художественная галерея в ОАЭ Мажлис Галери. Хозяин, который проживает здесь на протяжении последних 20 лет и прекрасно разбирается в вопросах искусства, также можно порекомендовать к просмотру первое конторское здание города Бейт-Аль-Вахил. Любопытно и арт-кафе, в котором путешественники смогут отведать множество вкусных салатов и выпить освежающего сока из мяты и лайма, а ливанский ресторан Бастакиах Найтс, привлекающий своей особой атмосферой, подойдет для неспешного отдыха за массивными столами из дерева. Район, известенный своим старинным рынком, являющимся настоящим восточным базаром, где путешественники могут закупиться традиционными арабскими товарами, такими как ткани, украшения, драгоценности, специи и многое другое. Что сделали здесь и мы? Прогулка по району рано или поздно выведет туристов к ранее упомянутому форту. Аль-Фахиди. Я уже не раз о нем говорил ранее, сегодня вчерашняя крепость в центре города Дубай является музеем. Но музей по техническим причинам закрыт. Музей известен под названием Музея Дубая. Первые укрепления в этом месте города были возведены в 1799 году. Крепость Аль-Фахиди в ее нынешнем виде была построена близ побережья Персидского залива, между районом Али-Бин-Талиб и Аль-Фахиди Руд в 1878 году и в настоящее время. Является старейшей сохранившейся архитектурной постройкой Дубая. В прошлом Аль-Фахиди служила как для защиты города от нападений, так и как государственная тюрьма. В частности, здесь находились в заключении, перед их отправкой в изгнание, Бути и Саид, сыновья Эмира Рашида Ибн Мактума, известного шейха Дубая 18 века. Эти сыновья попытаются после смерти отца свергнуть с престола своего дядю Эмира Дубая Мактума Ибн Хашера. Крепость построена из глины, коралла и ракушечника, скрепленных известью, и имеет форму квадрата. Толстые, высокие стены защищают большой внутренний двор. Крепость имеет две башни, более высокую, круглой формы и находящуюся от первой в противоположном, диагональном направлении, более плоскую и низкую. После освобождения Дубая от колониальной власти Великобритании 2 декабря 1971 года, правящий эмир Дубая, шейх Рашид Ибн Саид Аль Мактум провел реставрационные работы в этой, к тому времени сильно разрушенной, крепости и повелел открыть в ней музей. В 1987 году, после того, как в некоторых местах крепости Аль-Фахиди возникла угроза обрушения, музей был размещен в подземных помещениях. Ну вот, пожалуй, и все, такая быстрая экспресс-экскурсия у нас получилась. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Ну а я рекомендую вам посмотреть другие ролики про Турцию, Арабские Эмираты, Россию, Грузию, Беларусь на этом канале. Там много исторического подтекста. Думаю, вам понравится. Подписывайтесь заранее на канал, жмите колокольчик и не пропускайте новые выпуски. Также, если у вас есть возможность, вы можете сделать небольшой донат для того, чтобы выпуски были еще более яркими, насыщенными. Для этого достаточно сделать перевод по скриншоту на видео, либо воспользоваться ссылками в описании под этим видео. Храни вас от невзгод. А мы увидимся в будущих выпусках. Не пропускайте.